Витаю, друзья! Вы на фабрике новыми. Называется Евгения Крутнова. И вместе в разумных сегодня экономист, доктор экономичных наук Игорь Липсец. Игорь Владимирович, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Игорь Владимирович, если позволите, я бы хотела начать нашу сегодняшнюю беседу с обсуждения встречи Кимчинына с Путиным. Понятно, что для Украины, скорее всего, этот союз очень опасен, да, в плане там обсуждается поставки боеприпасов, но я вас не об этом хотела расспросить. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем Путин будет расплачиваться с Кимчином? Я вообще не очень понимаю, насколько это реальное соглашение между Россией и Северной Кореей. Просто надо же всегда понимать, что такое Северная Корея, что это, в общем, страна-марионетка Китая. Поэтому, на самом деле, за Северной Кореей стоит Китай. Так что, в этом смысле, история идет оттуда и через Китай. Так что, поскольку Китай впрямую дал обещание не участвовать активно в боестолкновениях и поставках оружия, то, возможно, что здесь идет просто некая такая театральная пьеса, где, на самом деле, все расчеты идут через Китай и за китайский счет. Так что, я думаю, что здесь не будет каких-то таких уж прямых обещаний, каких-то прямых поставок. Ну, возможно, что будет какая-то оказана помощь Северной Корее в их космической программе, но более там России особо-то предложить Северной Корее тоже нечего. Так что, скорее всего, это просто вот Китай таким образом через Северную Корею оказывает какую-то экономическую военную помощь Российской Федерации. Я это воспринимаю так. Но это свидетельство чего? Что возможности Путина заканчиваются? Ну, как видите, ему уже особо-то в мире общаться не с кем, да? У него была такая довольно интересная попытка найти друзей в Африке, если вы заметили, была такая история. Он пытался задружиться с африканцами, срочно списал им долги, пообещал бесплатное зерно даже, доставку за свой счет. Но как-то я так не заметил, чтобы африканские страны очень не обрадовались. Наоборот, они сказали, что они вполне способны покупать, только продавайте, а вот обязательно такие подарки делать нам. Это вы только сами хотите. Так что в этом смысле круг союзников России невелик. Круг тех, кто готов хоть как-то с ней взаимодействовать, сужается. Как видите, даже уже Армения говорит, что она как-то совсем не радуется союзу бывшему с Россией. Поэтому вот кто согласился, кто был готов, ну вот с тем пообщаемся. Такой совершенно несоразмерный размер у России партнер, как Северная Корея. Ну вот уже и с этим приходится договариваться. Скажите, пожалуйста, вот в ответ в Соединенных Штатах говорили о том, что они готовы ввести санкции. Это как-то можно, скажем так, стать предохранителем? И вообще вот в принципе механизм введения санкций. А можно ли его внедрять, знаете, вот до того еще, как все случилось, да, а не после вот того, что мы наблюдаем? Ну, смотрите, санкции же очень сложный инструмент, прежде всего потому, что он, в общем, болезнен даже для того, кто его вводит. Смотрите, Европа пытается все равно покупать газ, сжиженный у России, да, Еврокомиссия с этим сейчас собирается бороться, да, хотя до сих пор санкций не было. Но трудно совсем уж обойтись без российского газа, хотя задача такая Евросоюзу поставлена. США в этом году даже нарастили поставки российского урана к себе, чтобы, в общем, некоторым образом поддержать атомную энергетику. Тоже поставили задачи к 27-му году сократить существо, но пока не сразу получается. Так что заранее вводить болезненные санкции против себя никто не хочет. И даже вводить их уже, когда нужно вводить, тоже тяжело, потому что, ну, ты ущемляешь свою экономику. Это, конечно, то, что делает сейчас Европа, это, конечно, очень большая жертва Европы. И, в общем, Украина должна очень благодарна быть Европе, потому что, ну, и так экономика Европы не очень крепка сейчас, и экономика Германии качается. Тем не менее, Европа упорно пытается держать режим санкций против России. Так что в этом смысле вот заранее нет, и даже в ходе довольно трудно, так что здесь то, что удается, это уже, в общем, большая радость для народа Украины. Ну, все-таки, если Соединенные Штаты внедрят, да, введут эти санкции, просто Северная Корея – это страна, которая долгое время живет под санкциями. Да. Там мало что можно сделать, понимаете? Страна уже живет в бедности, я бы сказал, совершенно четко в нищете, периодически попадает в ситуацию просто голода, когда ей приходится помогать продуктами. Живет исключительно на поддержке Китая. Ну, и что там можно особенно сделать? Это такой гнойный нарыв, но нарыв с большим количеством оружия, совершенно обезумевшим уже, так сказать, вождем. И там, конечно, особенно-то не давить нельзя, тем более, что, повторяю, за Северной Кореей стоит Китай, поэтому санкции объявлять можно, но реально что-то изменить в действиях Северной Корее – это мало реально. Игорь Владимирович, если позволите, все-таки еще один вопрос по санкциям из Северной Кореи, потому что Лавров говорил, что руководство России больше не будет вводить санкции против Северной Кореи, и такое же решение, по слову, приняли власти и Китая. Это решение свидетельства чего? Ну, это просто к тому, что мы как бы имеем союзника, и мы никаким образом не будем поддерживать прежние режимы санкций, в том числе мы никаким образом не будем ограничивать всякого рода обмены в области военно-технического сотрудничества. Вот я думаю, что речь идет об этом, и, видимо, какие-то такие идеи были предложены Ким Чен Эйнур за то, чтобы он, соответственно, поставил свое обычное вооружение, свои обычные снаряды для российской армии. То есть, как бы, вот этот режим ограничения военной экспансии Северной Кореи, вот Россия, как бы, из него теперь собирается выйти. Я так это понимаю. Вы говорите, что на Северной Корее стоит Китай. А скажите, вот проследить вот эту вот цепочку, да, и доказать, чтобы потом что-то сделать, насколько это реально? Да это даже как-то доказывать не надо. Это, на самом деле, всем давным-давно известно, всем прекрасно. Ну, это известно, понимаете, но вопрос же в чем? А зачем доказывать? Зачем доказывать? Чтобы доказать Китай за Северную Корею? Китай не накажешь. Понимаете, режим санкций, он имеет определенные ограничения. И они связаны с тем, что, конечно, есть Россия, есть Украина, есть более большой и опасный конфликт, но это не весь мир. И поэтому, в общем, что-то сделать с Китаем в США не очень могут. Какими-то жесткими санкциями наказать Индию за паковку российской нефти они тоже не могут, потому что Индия, у них естественный, ну, как бы, противник против Китая, естественный союзник в борьбе против Китая, поскольку у них, как вы знаете, довольно тяжелые отношения. Поэтому, ради того, чтобы не испортить отношения с Индией, не сломать экономику Индии, они, в общем, закрывают глаза на то, что Индия покупает нефть, возможно, уже даже выше потолка. Ну, сложная история, вот эта экономическая борьба и система отношений, она сложная, она не сводится только к ситуации двух стран, хотя я понимаю, что нам бы так хотелось проще представить. Поэтому, ну, те давно знают, никаких секретов в этом нет, как Китай поддерживает Северную Корею, начиная с того, что, если вы возьмете историю Корейской войны, то там просто китайские боевые части воевали против американцев во время Корейской войны, так что там все это давным-давно известно, никаких секретов нету, но сделать-то ничего нельзя. Игорь Владимирович, скажите, а вот эта вот история с деньгами, которые зависли в индийских банках, там сумма порядка 39 миллиардов долларов, писали СМИ о том, что ищут как-то там выход, да, это что, это такой нежданчик для Путина вот со стороны Индии, или что это? Это такая история, которая начинает, вы знаете, вот с каждой недели пахнуть все хуже и хуже, и есть разные. Я останусь в поле легальном, потому что вот углубляться в эту тему становится уже даже просто опасно для жизни, по моему разумлению. Но если оставаться в поле легальных новостей, то выглядит это так, значит, что вот примерно 39 миллиардов долларов в рупиях зависло, значит, российские банки заявили, что они научились конвертировать эти рупии в рубли, насколько я так понимаю, через страны Центральной Азии, которые торгуют и с Россией, имеют рубли на своих счетах, и торгуют с Индией, имеют рупии, в общем, идет какой-то, видимо, такой сложный многоступенчатый обмен через посторонние промежуточные страны рупии на рубли, и в Россию возятся для экспортеров рубли. Но это, в общем, такая небольшая радость, но появляется больше рублей, с этого можно взять, конечно, налог в бюджет, но с другой стороны не появляется валюта, и в итоге, конечно, происходит только дальнейшее обесценение рубля. Вот картина примерно выглядит так. И последняя анекдотическая совершенно история, что индийцы сказали, что мы нашли решение проблемы, мы вам подскажем, куда в Индии можно ваши рупии вложить в индийские компании, чтобы вы получили прибыль в рупиях, дивиденды в рупиях, и будете вы счастливы в рупиях. Ну, просто прелестный бизнес, конечно. Просто, получается, эта сумма составляет годовой бюджет всей программы поддержки российской экономики. Ну... И что тогда это значит для российской экономики? Это для российской экономики решение, которое имеет единственное оправдание, это некий способ предотвратить процесс, ну, как вам сказать, свертывания нефтяной промышленности России. Потому что хранить добытую нефть негде, значит, если ты не можешь ее никуда отгрузить, ты должен останавливать скважины, значит, как это называется, консервировать скважины. Это довольно дорогое, сложное дело. Это только затраты. А тут ты вроде отгрузил, может быть, даже чего-то получишь, каким-то образом рубли возьмешь. Ну, в общем, большой такой экономической выгоды нету, но альтернатива-то еще страшнее. Альтернатива-то просто прекращать добычу, сокращать добычу, консервировать скважину. А скважину законсервировано, ее так легким поворотом краника не вернешь в работу, ее надо снова будет бурить практически. Это очень дорого, поэтому вот нефтяники, что называется, из двух бед выбрали меньше. Ну, вот эта картина выглядит так. Уже более 10 пакетов санкций было введено ЕС и штатами в отношении Российской Федерации. Как это повлияло в целом на экономику Российской Федерации? Считаете ли вы их эффективными? Ну, в общем, да. Конечно, добиться полной эффективности довольно сложно. Сейчас ясно, что тема с потолком цен на нефть не очень хорошо работает. Нужно создавать какую-то жесткую инспекцию, которая будет это контролировать, потому что механизм такой очень пригодный для того, чтобы его обходить. Ведь сейчас весь российский бизнес занимается тем, что он борется с Евросоюзом и США. Он встал весь на фронт экономической войны и весь нацелен на то, чтобы обходить санкции. Практически весь российский бизнес, который связан с параллельным импортом, занимается тем, что изобретает способы обойти санкции, заработать свои деньги, несмотря на все санкционные режимы. Поэтому, конечно, ЕС и США сейчас бьются со всем российским бизнесом целиком. Это такая тяжелая схватка. Много умных людей в российском бизнесе придумывают, как обмануть ЕС и США. Поэтому получается не очень. Но, тем не менее, санкции действуют. И если посмотреть на состояние российской экономики, то вот эта комбинация, с одной стороны, военные действия, с другой стороны, санкции, они довольно сильно российскую экономику уже разрушают. Разрушают и финансовую ситуацию. И, в общем, довольно сильно уже пострадал рынок труда. И что на нем будет дальше, уже непонятно. Возникают дефициты. Даже оборонная промышленность говорит, что им не хватает порядка 400 тысяч человек для работы. Эта цифра озвучена членами правительства. Так что в этом смысле, так сказать, санкции порушили и финансовый рынок, и валюты. Привели к обесценению рубля. Вот сейчас происходит из-за того же санкционного режима разрушение, если вы понимаете, значит, нефтяного внутреннего рынка бензина и дистоплива, как видите, безумно подорожало уже на оптовом рынке топливо моторное. И начался рост цен, возник дефицит. Уже какой-то топливный кризис, прям причем разгар такой уборочной страды российской. Так что тут много чего проявляется. И это все надолго. И это все будет очень медленно, но очень неуклонно разрушать экономику России. Мы, собственно, экономисты, с самого начала сказали, что санкции – это то, что работает долго. Не сразу, но проявляется на очень долгом горизонте. Последствия, конечно, очень тяжелые. Но Путин при этом говорит, что они все пережили, все у них по плану и в этом плане. Это почему он так говорит? Ну, потому что он политик, а политик любит врать. И это нормальное действие для политиков. Политики, они пытаются одурманить население, чтобы снова занять свою позицию. Народ в России не очень экономический, финансово грамотный. Ему врут в глаза. А он говорит, ну они же не могут все врать. Вот он так и исходит из этой позиции. Ну не могут же мне все врать. Это же серьезные люди, это же президенты, это же министры. Они же не могут мне врать. Это в голову человеческую не входит. Поэтому, конечно, рассказывают абсолютно ложную информацию. Люди говорят, вот ведь президент сказал, что у нас все хорошо, у нас все пути. У нас новая модель экономической жизни, у нас новая модель роста. Мы расцветем наконец. Мы встанем с колен в экономике. Мы отряхнем прах зарубежных бизнесов. И вот теперь наступит у нас благоденствие, будет нам счастье. Ничего не наступит, никакого счастья не будет. Будет обеднение, будет убы, убыль населения. Это же тоже страшная тема в России, да? Ну, даже об этом говорить прошло. А россияне уже ощущают это вот на своих, ну имеется в виду, на своих карманах? Не бизнес, не представители бизнеса, а россияне. Ну, как вам сказать, конечно, ощущают. Я вот очень любопытно, у меня же народ очень пишет много откликов на мои лекции на Ютубе. В Телеграме со мной народ общается. И, конечно, пишут очень трагичные вещи, рассказывают, как они были когда-то средним классом, а теперь горе мыкают, ходят по жестким дискаунтерам, потому что ни на что другого денег уже не хватает. Вот приводят мне все время какие-то цифры. Вот это стоило столько, стало теперь стоить столько. Невероятно дорого, купить уже почти ничего нельзя. Живем еле-еле, затянув пояса, как гасить ипотеку вообще непонятно. Конечно, замечают, но очень многие, ну как вам сказать, они пытаются отрицать то, что происходит в их жизни. Я бы сказал, что в начательной части россияне сейчас находятся во власти Стокгольмского синдрома. Если вы понимаете, то это как раз та самая история. То есть им, ну как бы, страшно признать, что они находятся в беде. Им хочется сплотиться вокруг вождя, вокруг флага. Потому что, ну иначе ты должен признать, что ты находишься в очень страшной и трагичной, и надолгой ситуации. И твоих детей ничего хорошего не ждет. Признать это страшно, признать это больно. Поэтому легче говорить, что нет, все нормально, все хорошо. Посмотрите, сколько народу сидит в ресторанах. Ну, значит, хорошо все справится. То есть ситуация, вы говорите, сплочение вокруг вождя. То есть противоположная ситуация, наоборот, когда это будет расти к протестным настроениям. И из-за вот этой ситуации, это не важно. Да, да, происходит именно так. Это сплочение вокруг флага. Есть такой термин в политологии. Вот, это как раз та самая история Стокгольмский синдром нации. Потому что, если, так сказать, что называется, система не удержится, и страна понесет какие-то серьезные поражения, то все понимают, что последствия будут тяжелые, трагические. Надо будет еще каким-то образом размещать потери Украины. И как тогда будет жить экономика России, вообще непонятно. Поэтому вот возникает, как бы я сказал, скорее всего усиление, сплочение вокруг флага, вокруг вождя. И это, в общем, наблюдается. И на уровне элиты, и на уровне рядовых граждан. Впереди у Путина президентские выборы. То есть вот эти вот настроения. Каким образом вот эти экономические процессы могут влиять на ход выборов? Ну, на ход выборов нет. А вот на итоге это вот как раз интересно. Потому что я читаю тоже, что говорят российские политологи, насколько я пытаюсь в этом разобраться. Ну, то, что будет формальная победа, никто не сомневается. Вопрос только в том, какова будет явка. Потому что если явка будет очень маленькая, то, конечно, цифры блестящего голосования нарисуют. Но будет понятно, что Путин больше не является таким реальным любимым вождем. А тогда, конечно, уже могут быть всякого рода игры по поводу его удаления с этой должности. Поэтому он так старается начать всячески красиво подойти к выборам. Но удастся ли, непонятно. Как видите, попытка каким-то образом развернуть ситуацию на валютном рынке пока не получилась. С утра сегодня я специально проверял. Пока курс 96 по доллару и 103 по евро. Никаких красивых таких укреплений рубля, о которых все время обещают правительственные чиновники, российские банкиры, пока не случается. Но они надеются, что они сумеют сейчас выбросить дополнительно валюту и немножко снизить. Но вот если будут какие-то сильные обвалы, то, конечно, итоги выборов могут оказаться реально плохими. А ситуация все-таки еще довольно долго, еще несколько месяцев до выборов. А у нас уже, как видите, топливный кризис. Это всегда очень болезненно воспринимается людьми. Потому что все владеют машинами. Обесценение рубля, что очень сильно бьет по самоощущениям патриотов. Нарастает инфляция. И она сейчас как раз будет только очень сильно ускоряться. Потому что подорожание моторного топлива – это, естественно, мощнейший фактор ускорения инфляции. Россия – страна, где машинами возят на огромные расстояния. Поэтому подорожание бензина моментально трансформируется в рост цен буквально всех. И оптовых цен для промышленности, и розничных цен. И вот это нарастание инфляции при обесценении рубля – это, конечно, те факторы, которые очень сильно скажутся на настроениях населения. И Путин пытается это остановить, но похоже, что у него не очень много рычагов. Потому что, ну вот сегодня должно быть заседание Центробанка, если вы знаете, по поводу ставки. Ну повысить ставку-то можно, а дальше-то что? Это уже никак на инфляцию не повлияет практически. А вот то, что экономика начнет скухоживаться и будет падать рынок жилья – опасность велика. Так что тут очень много, ну как бы таких заложенных мин под российскую экономику. Удастся ли мимо них проскочить до выборов – пока непонятно. Но мины опасны. Игорь Владимирович, а вот на фоне всех этих процессов, о которых вы говорите, ну а почему тогда настроения в российских элитах, как вы говорите, тоже они сполочаются на фоне важных? Альтернатива какая? Альтернатива-то какая? Понимаете, все понимают, что Россия влезла в большую беду. И если она еще и потерпит поражение, то, конечно, беда станет просто огромной и достанется всем. И в этой ситуации как бы уж лучше сплотиться, и может быть тогда мы как-то выдержим, и тогда, что называется, каких-то совсем страшных последствий не случится. Все понимают, что дальше-то могут быть последствия куда более серьезные. Понимаете, если Россия потерпит какое-то серьезное военное поражение и будет вынуждена сильно отступить, то, конечно, могут быть очень жесткие санкции, куда более жесткие, потому что придется, повторяю, возмещать расходы на восстановление экономики Украины и потери граждан Украины от этой военной ситуации, и какие-то будут санкции. И что останется тогда? Все помнят в какой-то степени про то, что была Свеймарская республика после Первой мировой войны, когда на Германии были наложены столь тяжелые репарации, что практически Германия оказалась в застойной нищете, и это привело к власти Гитлера. Вот это тоже история, она не забыта, они умные знают, умные политики понимают, в общем, элита это тоже осознает, и поэтому как бы идея давайте сплотимся, как говорили в Германии, вокруг фюрера, потому что иначе нас захватят враги. Вот эта история существует. А почему нет такой идеи помочь сбросить, например, Путина и поскорее все это остановить? Это сложный вопрос, но он связан с тем, что, знаете, вот политологи, а я им доверяю, они люди более квалифицированы в этом вопросе, чем я, они говорят так, что в России не сложилась политическая нация. То есть население есть, народ есть, культура есть национальная, но политическая нация не сложилась. То есть вот умение каким-то образом объединяться, консолидироваться ради реализации какой-то политики выгодной для самого же населения страны, вот этого умения нет, и это вот достаточно сильно, кстати, отличает Россию от Украины. То есть мы вышли все из Советского Союза, все, что называется, были советскими людьми, но вот тут произошло какое-то очень сильное разделение, размежевание произошло. В Украине сложилась политическая нация, которая несколько раз уже меняла руководство страны, добиваясь своих интересов, да? В России это не происходит. Объединяться, консолидироваться, отстаивать свои интересы люди в России не очень умеют и не очень к этому склонны. Поэтому вот они скорее пассивно пойдут за вождем, чем решаться вот как-то собрать свои силы, и это относится и к российской элите, и к общему населению. Поэтому вот здесь какого-то такого разворота, а давайте скинем правительство, которое загнало нас в беду, и попытаемся из этой беды как-то выйти полегче, побыстрее и, в общем, красивее. Вот этого не происходит. Скорее всего, не произойдет. Уралбагонзавод заявлял о планах начать производство танка Т-80 с ноля. Скажите, а это возможно вот сделать вот в нынешних экономических составляющих? Ну, я небольшой, я в этом вопросе все не спец. На самом деле, как бы, что они там могут сделать сложно. Я могу только как экономист сказать, что это предприятие нас всегда не огорчало, как российских экономистов, потому что оно по раза два уже попадало в банкротство. Поэтому какие там у них возможности, что они там могут сделать, сказать сложно. Но, повторяю, есть дефицит рук, есть дефицит оборудования просто для того, чтобы даже производить вооружение, что тоже нужны. Станки российской машиностроении находятся не в очень славном положении. Представьте себе какие-то такие очень большие, красивые инвестиционные проекты, которые могут что-то запустить, довольно сложно. Возможно, что это будет какая-то очередная модификация чего-то модифицированного. Россия же все время пытается выдать за новинку то, что является модификацией старых советских продуктов в самолетах и так далее. Вот сейчас они объявили, что они будут делать, если вы знаете, артиллерийский ответ Хаймарсам. Но так выяснилось, что они берут советские орудия производства, по-моему, 50-х, 60-х годов, ставят их на самоходное шасси и говорят, вот это Хаймарс по-русски. Вот это примерно та самая история. Ну вот это все то, что мы имеем в оборонном комплексе, это тоже 30 лет разворывания, хищений. Там была масса всегда страшных дел уголовных под хищением. Поэтому что там осталось, на что они способны, ну, точно сказать не могу, но сомнений не существует. У Путина деньги на войну закончатся? Как скоро могут закончиться? Нет, не скоро. Я понимаю, что украинцам бы хотелось, чтобы это произошло быстро, но не скоро. Ведь у него есть резерв в виде русского народа. И вот он просто будет осуществлять ограбление русского народа, отнимать у него деньги. И за счет этого он будет финансировать свои военные действия. И поскольку население российское большое, то отнимать у него еще можно довольно долго. Но, конечно, финансовые ресурсы становятся меньше. Посмотрите, практически за последние там полтора года, скажем, фонд национальный бухгстанин России сократился вдвое. Вдвое сократился. И уже, значит, такими темпами через год он может исчезнуть вообще. А это довольно такая опасная история. Значит, пытались взять деньги через одалживание. Тоже мы уже видим, что фондовый рынок России не очень горит желанием покупать облигации федерального займа, потому что это не очень выгодное дело. Там получилась какая история. С одной стороны, выросла доходность, а с другой стороны, эти ценные бумаги обесценили вслед за обесценением рубля. И недавно, значит, наши финансовые аналитики опубликовали, что за последние три года реальная доходность по государственным облигациям равна нулю. Поэтому, в общем, уже не очень хотят покупать и давать деньги в долг государству. Доходы от экспорта, ну, в общем, они немножко сейчас поднимаются вслед за ростом цен. Но, с другой стороны, Индия начинает отказываться от закупок российской нефти. Последние два месяца сокращает закупки. Поэтому, в общем, будут, конечно, повышать налоги после выборов президентских, будут отнимать деньги в население, и на какое-то время этого хватит. Как видите, сейчас уже пошел разговор, даже если мы читаем тоже военных экспертов и политиков, пошел разговор о боевых действиях до 30-го года. Это звучит ужасающе. Но эта тема уже зазвучала. Игорь Владимирович, скажите, пожалуйста, тогда вот так задам вопрос. Война Российской Федерации вот приведет, как скоро приведет экономику к краху? Ну, смотря что, вы понимаете, под крахом, да, вот, так сказать, обрушение до такой степени, что не ходит транспорт, не подает электричество в квартиры, это, наверное, еще долго не будет. Но вот то, что люди будут очень сильно беднеть, и экономика навсегда лишится возможности приподняться, восстановиться, развернуться, начать расти, это будет происходить и уже происходит. И уже очень много бед, и уже очень много потерь. И сейчас экономика России теряет людей, и это то, что восстановить практически уже будет невозможно. Мои коллеги с образовательной системой говорят, вот те потери, которые понесли за последний год, восстанавливать придется лет 5-7. Я думаю, что это уже не совсем правомерная гипотеза. Практически Россия сейчас теряет образование, Россия теряет науку, Россия теряет возможности для технического прогресса. Она становится страной отсталой, она проваливается в третий мир и похожа навсегда. Вот это будет происходить, и это, если можно считать, ну, крах. Вот это для меня это крах, потому что когда-то Россия имела очень неплохие возможности, и до февраля прошлого года эти возможности еще сохранялись. Теперь эти возможности уничтожены, и Россия теперь обречена, ну, двигаться в сторону уровня жизни типа экономики стран Африки, причем не богатых, а бедных. Будет ли РФ выплачивать Украине репарации? В стиле репарации нет, никогда. Для этого нужно, чтобы поменялся полностью политический режим, а я уже сказал, что я в это мало верю. Но я очень верю, и совершенно считаю это реальным, что России придется платить трансграничный налог в пользу России. Есть такой странный механизм, о нем не все знают, но появился такой механизм трансграничного налога, когда одна страна, возя товары через границу в другую, платит налог. Вот есть такой трансграничный углеродный налог, его вела европейская, значит, экономика против России, потому что Россия ввозит товары, которые европейцы хотят покупать, но они произведены на очень грязных технологиях с большим выбросом углерода, и вот как штраф за это, значит, Россия платит, ест трансграничный налог. Я верю и полагаю, это моя гипотеза, что если удастся добиться как бы некого удачного для Украины решения этого конфликта, то на Россию будет наложен международный трансграничный налог в пользу экономики Украины. Это не будут репарации, да, в чистом виде, вот вы должны выплатить, а это будут доходы частичные от экспорта российских товаров. И тогда Украине будет выгодно, чтобы Россия больше экспортировала и больше, соответственно, отчисляла налог на восстановление экономики Украины и компенсацию каких-то таких потерь граждан. Вот в это я верю, в этот механизм я согласен поверить. А что Россия согласится платить репарации ни за что. Для этого надо, чтобы совершенно другой был режим. А если будет у меня режим не Путина, и Путин будет не при власти, тогда? Я не вижу других сил в России. Видите ли, я, в общем, много лет работал рядом с государственным аппаратом, как ученый, я довольно много наблюдал госчиновников, я 70 лет прожил в России, и, в общем, я хорошо знаю довольно российское общество. Я не вижу какой-то другой силы, другой основы, на которой может появиться принципиально другой политический режим России. Вот я бы так аккуратно сказал. Поэтому, так сказать, персонали здесь не важны, а режим важен. Вот люди же это не всегда понимают. Я тут написал лекции для своего канала, и там вдруг сказал людям, что 96 лет Россию управляют большевики, коммунистические люди. Значит, на меня народ обрушился со страшными воплями. Что за глупости я говорю? Я говорю, а вы хотя бы посмотрите внимательно на персонали людей, которые управляли Россией последние, скажем, 30 лет. Ну, даже после Горбачева Ельца, это один из крупнейших политических деятелей Коммунистической партии Советского Союза. Значит, Путин у вас член Коммунистической партии до момента роспуска Коммунистической партии. Все его окружения бывшие коммунисты. Меняются люди, но смысл вот этой коммунистической идеологии, коммунистические люди, они сохраняются, они меняют лозунги. Но это абсолютно та же самая, в общем, сила, та же самая группировка, та же самая, ну, система пренебрежения к окружающим народам и к интересам собственного народа тоже. Поэтому, в общем, кто-то вместо Путина придет, но, скорее всего, идеологическим будет такой же. Игорь Володимирович, я благодарю вас за все ваши ответы. Спасибо вам большое за то, что вы нашли и уделили внимание нашим зрителям. Друзья, також дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, будь ласка, на Фабрику новин. Ставьте нам лайки, пишите в коментарях, кого вы хотели бачить в наших эфирах. Також я нагадаю, у вас есть возможность поддерживать Фабрику новин и стать нашим спонсором. Это можно сделать на нашей ютуб-платформе. Еще раз всем дякую за увагу. Всего наикраще. До наступного встречи. Игорь Володимирович, еще раз вам дякую. Субтитры сделал DimaTorzok